Всем привет! У нас суббота. У нас дома трудовой десант. Я что-то выпекаю, Маша убирает, а Стёпа пошёл в разведку. Как там парки? Открыты, закрыты? Можно выйти на озёра? Нет? Ну, ему тоже дома не сидится. Сегодня у нас классная погода, обещает около 17 тепла. Солнышко иногда показывается тоже. И птички поют. Сейчас покажу, что испекла. Давно думала испечь булочки, но всё, как-то руки не доходили. А теперь появилось свободное время. Спешить некуда. Стирка ещё. Стираем. Но давно не было у нас такого вот залёта. В выходной сделать всё, убрать, постирать. Скоро придёт лето, вообще некогда будет это делать. А вот мои пирожки, булочки, пирожки, даже не знаю, как их назвать. С творожком, с изюмом. И вот такие у меня с халвой и орехами. Я уже их поместила в контейнеры, чтобы они не сохли. Будем готовить сегодня овощной рагулу. Перец у меня сейчас запекается в духовке. И рыба. Пока вот это сейчас, возможно, пойдём погуляем чуть-чуть тут возле нас. Потому что нужно ходить проветриваться. А то мозги уже плохо работают. Постоянные вот эти домашние работы. А машиночка у меня вот такая. Жужжит себе вот уже сколько она у нас. Трой год. И ничего, тихонечко стираем. Зато не ходим в ландри. В ландри ходим только если большая стирка. В смысле какие-то одеяла там, покрывало. Которое сюда не помещается. А если и помещается, то оно плохо ластирается. Программ есть здесь немного. Четыре, кстати. Но они такие, как у машинки автомата. Тоже есть заполнение водой. Четыре программы. Ну и можно себе выбрать стирку. Можно выбрать отдельно ополаскивание. Можно отдельно выбрать центрофулу. Всё дёшево и сердито. Так что обходимся пока. А дальше жизнь покажет, как будет. Залезла в свою коморку. Коморка папы Карл. Как бы наш эндзе на чёрный день. Я решила приготовить борщ. Но что за борщ без фасоли? Я дома, когда варю борщ, я делаю с фасолью. На работе дети не хотят фасоли. Делаю с капустой. И вот сижу и думаю, где у меня фасоль в моих закромах. Всё, что хочешь тут есть. И гречка. Кстати, гречку купили в русском магазине. Вот такой пакет. Три килограмма. Вроде карантин прекращается. Мы только в конце карантина гречкой запаслись. Нашла сок. О! Чё не выпить? Давно не вспоминала, что он здесь есть. Кстати, интересная штука. 100% vegetable juice. Помидоры. Буряк. Или свекла, как вы говорите. Морковка. Вот такой вот коктейль. Неплохая штука. Ставлю на стол. Дальше. Фасоль. Есть у круассаны, можно поживиться. Но сегодня пеклаж булочки. Круассаны есть не буду. А, вот она, фасоль. Есть красная, есть и белая. Я всё думаю, некуда всё это складывать. Купила бы какие-то полки в кухне. Но карантин тоже не вечен. Это ж всё отсюда уйдёт, правильно? И уже потихонечку мы отсюда всё тянем. И со временем это уйдёт. Зачем мне покупать полки? Зачем мне тратить деньги на какую-то ерунду, которая мне, возможно, больше не понадобится? Вот так вот. Так что я иногда втихаря заложу в свой погреб и сижу тут, перебираю. И думаю, чего бы взять на следующий день. И вот тоже нашла туну. Взяли. Нужно выбрать туну, сделать салатик. Давно не ели с тунцом. Есть авокадо. Вот и забацаем на выходных тоже. В воскресенье. Утречком на завтрак. Точно? Точно. Вот так и живём. Погреба прямо в кухне под столом. Может, у кого-то в бейсминге. У нас пока тут. У других не наблюдается. Можно тут полакомиться всем, чем хочешь. И орешками. О, алмонд. Сейчас. Лучше бы не залазило. Всего полно вкусняшек, припрятанных на чёрный день. Мой чёрный день настал. Что тут ещё есть интересного? Ничего такого, что нужно было бы мне сегодня. Майонез. Огурцы. Мёд. Мэппл сироп. Это кленовый сироп. Кстати, мы его очень редко берём. Ну, взяла так. Хайбуде. Какие-то джамы. Джамов набрали О. Ну, раз едят каши, пусть будут. Всё уйдёт. Потихонечку, потихонечку. Тону выставляю. И тут есть фасоль. И зелёный горошек. Короче. Ем оливки. Короче, всего полно. Томат, помидоры маленькими кусочками. Живы будем, не помрём в голоду. Так что выхожу я доваривать свой борщ и идём гулять. Вот так и приходится помнить, где какой борщ варить, где какой винегрет. Маша дома в винегреле хочет. Побольше картошки. На работе хотят? Побольше буряка. Хорошо, если я это помню, когда делаю. А когда не помню. Едят уже, какой есть. Но хорошо, когда знаешь пожелания других и стараешься угодить. Тогда всем сразу легче. Конечно, семьи разные, разные вкусы. Но за те годы, которые я уже у них отработала, я уже как-то свыклась со вкусами. Конечно, не со всеми. Я, вообще-то, сильно угодить и не собираюсь никому. У меня, главное, дети. А дети едят всё. Иногда кривя душой, но едят. Меня не забалуешь. Еда. Я стараюсь готовить домашнюю полезную еду им. И то, что они не хотят, мы иногда просто договариваемся, идём на компромисс. Что сегодня одно, а завтра будет тогда что-то другое. Один день мой, другой день их. Так что, делаю сейчас салат. Борщ у меня варится. Яйца на салат кипят. Овощное рагу уже готово. Вот оно. И рыба готова. Так что, обедаем и уходим. Сегодня ещё у нас есть возможность погулять. Завтра уже этой возможности не будет, потому что завтра обещают дождь. Итак, обед готов. Борщ созрел. С пылу с жару. Овощное рагу готово. Маша уже даже оценила. Сказала, что классное. Ну, всё, раз классное, значит, не зря я тут скорячилась. Подкрепляемся и пошли гулять. Ну вот и наша новая собачья площадка. Главное, что есть пожарный гидрант. Наверное, место туалета для собачек. Не любит ходить на гидрант. Не густо, но это окей, хватит отпустить, чтобы собачка побегала. Парки закрыты, а нам ей парка не нужно. Мы вот здесь живём, рядышком через дорогу. И тут же мы вышли посмотреть на наш канал. Вот он. После дождей водички стало больше. Мы с Машей прогуливаемся вдоль. Можно идти поверху, можно идти понизу. Подышим немножко и опять зайдём. Сейчас 5 часов. Сначала 6 флаги приспущены все. Здесь такой парк. Вот тоже вот типа небольшой. Здесь олени ходят часто. И карантин у нас пока продолжается. Никаких послаблений. Цветочки. Не пахнут. Цифры устрашающие. В Нью-Джерси более 100 тысяч заболевших. 102 тысячи, по-моему. Умерших 5-600. А в Америке в общем 800 с чем-то тысяч заболевших. Так что нужно стараться беречь себя, своих родных и близких. Носить маски, перчатки. И да, сбок всё принесёт. Нужен просто правильный уход. Рыбы здесь нет. Но малёк может быть. Трава уже вот как поднялась. Высокая совсем. Потихонечку всё растёт. Маша уже возвращается. Всё. С вами прощаюсь. Всем пока. Всем хорошего настроения. Здоровья. Берегите себя. Бай-бай. Бай-бай. Продолжение следует...